Маленькие артисты Тимиртау будут покорять Париж. Сейчас вообще все очень перемешалось, кто дает роли, кто их играет. Как бы там ни было, но в любом случае мы дети. Если нет этого детского, этого иронизма, влюбленности, непонимания, чисто человеческого отношения к определенной роли, то, конечно, ничего не получится. Даже заниматься профессией не надо. Караганда первыми поздравляет с Наурызом людей с ограниченными возможностями. Для наших детей не хватает чуть-чуть внимания лишнего. Поэтому наша помощь на дому очень помогает нам в этом. Две премьеры первого Карагандинского. Вознаграждение предусмотрено коллективным договором между правлением компаний и профсоюзом. Первое апреля – день смеха. Но именно с этого дня в Казахстане увеличатся размеры социальных выплат. Министерство труда и социальной защиты населения внесло для рассмотрения в парламент новый законопроект. С 1 апреля текущего года вырастут размеры базовых и трудовых пенсий для пенсионеров, государственных и других социальных пособий, для инвалидов и лиц, потерявших кормильца. Трудовые пенсии будут увеличены до 14%, а все выплаты, начиная от базовых до детских пособий, до 12%. Всего в Казахстане количество получателей государственных выплат сегодня превышает 4 миллионов человек. Наурыс – праздник всеобщий. И стар, и млад стараются отметить пробуждение весны так, чтобы это событие надолго осталось в памяти. Но есть категории людей, которым сложно живется – инвалиды, одинокие старики. В эти праздничные дни они не оставлены один на один со своими заботами. Для 40 человек устроил праздник отдел занятости и социальных программ города Караганды. В Октябрьском районе собрались молодые люди с ограниченными возможностями. В ресторане по-домашнему уютно и весело. Организаторы расстарались. Большая программа не оставила никого без внимания. Кто-то слушал песни и другие выступления артистов, кто-то проявлял свои спортивные таланты. Как мало надо людям, чтобы быть счастливым. Немного внимания, чуть-чуть любви, немного понимания и уважения. По городу Караганды охватываем где-то 4 тысячи человек. 100 мероприятий, где-то больше 100 мероприятий уходят. Работники ресторана тоже расстарались. Обед был подан на славу. Надо честно признаться, не часто приходится людям с ограниченными возможностями вот так встречаться и проводить время. Родители, мы стараемся сделать все возможное для них, но для наших детей не хватает чуть-чуть внимания лишнего. Поэтому вот наша социальная помощь на дому очень помогает нам в этом. Мы работаем, иногда некогда нам, но наши работники очень хорошие помощники нам в этом деле. Праздника хочется всем. Пусть он будет для всех радостным. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Мало кто знает, что актриса из Тимиртау Александра Большукова сыграла интересные роли в российских сериалах и фильмах. И когда все казахстанцы начнут отмечать праздник Наурыс, она вместе с молодыми талантами будет покорять французских зрителей. Зачем они поедут в Париж, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. Актриса театра и кино Александра Большакова сыграла много ролей в популярных российских сериалах. Среди них папины дочки и счастливы вместе. Последние годы она работает в родном Тимиртау, где открыла свою театральную студию. В городе Металургов Большакова режиссер учит детей актерскому ремеслу. А сейчас вот такое замечательное время, когда я сама открыла студию при замечательной школе искусств Газизы Жубановой в городе Тимиртау. Мне импонирует, что это школа искусств, что здесь дети постигают очень много интересных культур и теорий искусства. Естественно, я работаю не одна, со мной работают педагоги. Это хореограф Мария Гловацких. Это мастер-постановщик сценических боев и фехтования Авдиков Павел. Сейчас начинающие актеры репетируют мюзикл «Питер Пен», с которым уже 23 марта поедут в Париж на международный фестиваль. На этом творческом конкурсе примут участие представители России, Украины, Польши, Франции, Германии, Чехии. Поставить Питер Пена было давней мечтой актрисы. Здесь дети поют и танцуют. Мы дети. Какую бы роль нам не доверила судьба, кинорежиссер, театральный режиссер, продюсер. Сейчас вообще все очень перемешалось, кто дает роли, кто их играет. Как бы там ни было, но в любом случае мы дети. Если нет этого детского, этого иронизма, влюбленности, непонимания, чисто человеческого отношения к определенной роли, то, конечно, ничего не получится. Даже заниматься профессией не надо. Этому я и говорю, и учу, и говорю своим ученикам. Подобного мюзикла в городе Тимиртау еще никто не делал. Для каждого актера сшиты собственные костюмы. Число героев велико – аж 32 человека. Спонсорами выступили родители молодых актеров. Александру Большакову до сих пор приглашают на съемки. А недавно звали к Андрею Малахову на передачу «Пусть говорят». Звонок. Близкие мои друзья. Говорят, Сашенька, вы знаете, снимают программу про Клару Лучко, а она была в нашем театре киноактера. Вы бы не смогли дать интервью, потому что вы вели гостиную о киноактерах. Ну, действительно, так и было. Я шесть лет вела гостиную о всех наших звездах. О всех, которые сейчас немножко позабыты. Молодежь их не знает. А они говорят, вот, потому что вы вели гостиную о ней, и вот хотелось бы, пусть говорят с Андреем Малаховым, чтобы это было. Вы можете прийти завтра в 16.00 на Гримм в студию Останкина. А я говорю, вы знаете, я не могу, я на гастролях в Казахстане. К примеру самого спектакля Питер Пена Тимиртаусы увидели сегодня, но уже 22 марта они поедут покорять французских зрителей. Хотелось бы пожелать нашим актерам, чтобы они очаровали представителей жюри своим творчеством. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтярус Панов, Первый Карагандинский. Сегодня посетил детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии чемпион мира по боксу Геннадий Головкин. Боксер сердечно поздравил детей с весенним праздником Наурыс. У нашего земляка Геннадия Головкина еще не закончился траур по отцу, а боксер старается найти время для участия в благотворительности. Сегодня он посетил детский дом для детей, которые лишены родительской любви и домашнего очага. Дети вместе с воспитателями подготовили маленькую концертную программу. Чемпион мира поздравил детей с наступающим Наурызом, подарил им настольные интеллектуальные игры и мячи. Именно с этого дня наш боксер Геннадий Головкин берет шефство над одним из воспитанников детского дома. В Карагандинский государственный университет имени Букетова сегодня приехала на встречу со студентами конькобежка, участница Олимпийских игр в Сочи 2014 Екатерина Айдова. Амина Смакова с подробностями. Весь февраль вся Караганда держала кулачки за свою землячку конькобежку Екатерину Айдову. Напомним, что 16 февраля спортсменка во втором забеге стартовала в седьмой паре с голландкой Марит Ленстро и заняла аналогичное с первым забегом 22 место с общим результатом 77,85. Сегодня она рассказала студентам своим сокурсникам о тех ощущениях, которые она испытывала там в Сочи. Студенты и преподаватели задали все интересующие их вопросы, как отнеслись к ней другие иностранные спортсмены. Почему-то именно этот вопрос больше всего волновал участников встречи. Екатерина на все вопросы отвечала с волнением в голосе, ведь она и сейчас чувствует поддержку своих земляков-болельщиков. У нас в Караганде очень много в честь меня, в поддержку меня на Олимпийских игр проводилось каких-то мероприятий. И вот это мне давало какой-то особый стимул. Я знала, что помимо того, что родственники смотрят, еще просто вся Караганда здесь стоит на ушах, болеет, переживает. Спортсменка рассказывает о своих ощущениях и волнении в Сочи. Попав туда на Олимпиаду, конечно, это особая атмосфера, это нельзя передать словами. На свой первый забег готовилась как обычно, в принципе ничего особенного, все то же самое. Я как бы разминалась, выходила на старт, думала о том, что на меня смотрит весь Казахстан. Ну, было какое-то внутреннее волнение, но я думаю, что оно не сильно сказалось на моем результате. Руководство родного университета подарило Екатерине памятную книгу о вузе и цветы. Спортсменка в ответ на подарки и теплые пожелания пообещала, что она обязательно принесет Караганде в следующей Олимпиаде первое место. Амина Смакова, Габедин, Гурушбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Впервые в Саране в рамках республиканского конкурса «Борыс» были проведены соревнования по казах-курисе. Инициатором спортивных состязаний стал гуманитарно-технический колледж. Праздник спорта посвятили 60-летию Сарани и весеннему празднику Наурыц. Сегодняшнее соревнование, посвященное празднованию 60-летия города Сарани, предстоящего праздника Наурыц, объявляя открыто. Популяризация национальных видов спорта – дело благородное и перспективное. Казах-курисы – это не просто борьба, это стиль жизни, который был выверен, отфильтрован веками. Какой праздник обходился без акина и борьбы? Да никакой. Сегодня из народной забавы казах-курисы претендует стать олимпийским видом спорта. В соревнованиях приняли участие около 100 студентов со всех отделений колледжа. Есть новички, которые впервые попробовали свои силы на борцовском ковре. Есть и перспективные молодые спортсмены, такие как Даурена Монтаев, Кайрлы, Казыкенов. В этом году мы решили провести только у себя вот так вот кустарно. На будущий год мы постараемся, возможно быть даже инициаторами проведения этого конкурса в области среди колледжей нашей Карагандинской области. А дальше посмотрим, может быть и при хороших показателях, может быть будем и претендовать на республиканские соревнования. Спортсменам азарта не занимать. И хоть техника не всегда блистала, зато было главное – желание победить. Очень хочется, чтобы это начинание переросло в серьезные масштабные соревнования, на которых бы заблистали новые звезды казахстанского спорта. Сергей Высокосов, Габиден Курюшбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Сегодня в 20 часов 20 минут в эфире нашего канала состоится премьера программы Тальтану. Главной целью передачи является изучение казахского языка. Программа выходит в эфир при поддержке областного управления развития языков. Творческая группа телеканала Первый Карагандинский уже подготовила первый выпуск передачи. Осуществлять такой интересный проект, конечно, непросто. Но благодаря усилиям журналистов, режиссеров и операторов передача выйдет вполне интересной, а самое главное – полезной для общества. Новая программа поможет людям грамотно изучить государственный язык и свободно поддерживать общение. Руководитель проекта Тальтану Аслан Иса отметил основные приоритеты данной передачи. Я думаю, что эту передачу с огромным удовольствием будут смотреть и взрослые, и дети. Передача очень интересная. Хочу выразить благодарность областному управлению развития языков за оказанную поддержку. Не секрет, что некоторая молодежь плохо разговаривает на своем родном языке, употребляя неграмотную форму общения и так называемый жаргон. Именно поэтому канал и осуществляет такой важный проект. Также в данной передаче зрителям будут показаны переводы на казахский язык разных терминов по разным направлениям. Казахский язык имеет богатый словарный запас. В передаче примут участие работники разных отраслей, включая и дошкольные учреждения. Проект интересен не только тем, кто не владеет казахским языком, но и для тех, кто изучал государственный язык. Итак, каждую среду в 20 часов 20 минут в эфире Первого Карагандинского смотрите передачу Тальтану. И еще об одной программе нашего канала. 20 лет спустя, в марте нынешнего года, народные избранники нашей страны отмечают круглую дату. 20-летие со дня выборов в самые первые маслехаты независимого государства. В эфире Первого Карагандинского в программе БАГЭТ депутаты расскажут о своей деятельности и будут отвечать на вопросы журналиста. Чем маслехаты стали отличаться от Совета народных депутатов, которые действовали еще при Союзе? Какой карагандинский городской маслехат сегодня? На эти и многие другие вопросы ответят секретарь Карагандинского городского маслехата Кавдыгали Успанов, а также экс-депутат городского маслехата Второго созыва, почетный гражданин города Михаил Алексеенко. На советской власти формирование бюджета шло от Союза на предприятия, на республиканские организации, строительство дорог, строительство жилья, строительство объектов. Все проходилось через министерство. Сейчас же все это дело решается на уровне области, на уровне областных и городских маслехатов. Также народные избранники расскажут о запланированных планах по случаю празднования 20-летия маслехатов и 80-летия шахтерской столицы. Планы очень большие, можно здесь разделить несколько. Здесь чисто пропагандистское, это непосредственно наши депутаты будут поступать перед населениями. И, значит, вот как мы сегодня на телевидении непосредственно, то есть через средства массы информации, это статьи в газеты будут непосредственно 20-летия, посвященные и 80-летию города. Вот, потому что и большую лепту в развитии, значит, и города Карганды вложили наши депутаты. Завтра, 21 марта, на нашем канале вы сможете посмотреть полный выпуск программы «Багыт» с участием народных избранников. Не пропустите. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова